Тогда мы переходим от древнеримского и древнесоветского вооружения к тому современному вооружению, которое сейчас поставляют Украине для того наступления, которое, очевидно, начнется, ну, скорее всего, после того, как закончится российское наступление. Ну, зависит от того, что произойдет. И вот как бы вы охарактеризовали те поставки, которые случились за последнюю неделю? Вот как военные, что вы видите? Напоминаю даже нашим слушателям, что тут и танки, и все-таки уже обещают вроде бы F-16, и обещают, будем их называть летающими бомбами, потому что выиграть, выговорить ground-launched small diameter bombs – это такой шабалет, который я, 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 пас. Я лучше буду называть летающие бомбы или наземные бомбы. Да, GLSDB – это если так выговаривать. Но этого все не нужно, это можно еще проще. Просто Хаймерсы с дальностью 150 км ракеты. Вот и все. Это будет оптимальный вариант для понимания. За последнее, с Рамштайна и до сегодняшнего времени, понятно, что нам точно передают наступательное вооружение. То количество танков, которые передают, тяжелых танков, даже то количество, которое засвечено в информполе, а всегда светится где-то половина, то есть половина не светится. Скорее всего, их будет в два раза больше тяжелых. И где-то половина не светится номенклатуры, той номенклатуры, которая передается, и это всегда делается, всегда делается правильно, закрывается и номенклатура, и количество. Но даже по тому количеству, которое есть, понятно, что нам передают тяжелые танки, как минимум несколько модификаций, и Челленджеры вторые, и Леопарды вторые, и Абрамцы под вопросом Леклерки, но, тем не менее, эту тему также двигают. Но пока даже три позиции танков тяжелых, это хорошее начало года, как минимум. И те сотни танков, которые будут передаваться, не тысячи, это точно, сотни танков таких тяжелых, они создадут, добавят к нашему кулаку, который у нас уже есть, может, жиденький немножко из старых советских танков, или доработанных польских, добавят уже брони, по крайней мере, в этот кулак. Но с этими танками передается сотни, а уже здесь можно говорить, и за тысячу боевых бронированных машин. То есть и колесных, и гусеничных, то, что надо для того, чтобы пехота стала мутопехотой и поддерживала танк в наступлении. Наступательное оружие мы уже точно получаем. Естественно, к этому наступательному, мы уже не один раз с вами об этом говорили, нужна обязательно авиация. Авиация двух типов, и одна, и другая нужна. И нужна вертолета для того, чтобы прикрывать танки, прикрывать и работать вместе с танками. Это вертушка типа «Апач», это тот же летающий танк с очень хорошим вооружением, управляемыми ракетами, с хорошей дальностью за 10 км, в нурцами, по живой силе, по бронетехнике легкой. То есть как раз вот эта триада, которая будет работать по наступлению. Все это надо прикрывать сверху истребителями. Причем очень важно это все прикрывать, потому что за танками, за именно этими тяжелыми европейскими и американскими танками будет охота, будет охотиться российская авиация. Авиации до сих пор у россиян хватает. Причем здесь большого профессионализма не надо, нужно, вернее, хватит тех желторотиков, которых, в принципе, у россиян еще хватает тоже. То есть, в принципе, взлететь на Су-34, с дальности 70-80 км захватить танк на земле, а радар этот позволяет отстреляться, управляемыми ракетами по танку уйти, в принципе, сможет из желторотика. А система ПВО его просто не достанет, не успеет. А для этого нужны истребители. Причем истребители, которые должны постоянно висеть над полем боя. То есть, как раз вот эти самолеты уже сверху отслеживать. Причем не только своими радарами, еще и АВАКС должен быть, и определенное, может быть, и спутниковое солежение за этими самолетами. То есть, здесь целый комплекс, целый комплексный подход, который должен быть при планировании наступления масштабного уровня, допустим, под которое нам даются эти, это тяжелая техника. Выход на Азовское побережье, либо заход в Крым, то есть, в зависимости от того варианта, который будет выбран, либо из-под Каховки на Армянск, либо из любой точки Запорожского фронта на Азовское побережье, или то и то одновременно, и этот вариант может быть. То есть, здесь надо комплексный подход, и пока всех этих пазлов, не будет все пазлы сложены, начинать наступление, ну, в принципе, можно, но оно будет очень медленным, съест очень много резервов, сил, и все равно придется ждать, пока все пазлы подойдут. Ну, и когда все пазлы сложатся, это произойдет через несколько месяцев, или это произойдет, то есть, грубо говоря, это произойдет к лету, или это произойдет к осени? Нет, это будет как раз к лету, это будет апрель-май месяц. Апрель-май месяц должно все сложиться, потому что есть определенные периоды, и некоторые моменты, связанные с уже с отгруженными тяжелой техникой и легкой техникой, заявленными теми же бомбами, Хаймерсом на 150 километров, которые должны работать перед наступлением где-то в течение, ну, за месяц это максимум, а так за две, оптимал это за две недели где-то, должны начать работать этими бомбами, для того, чтобы отогнать, уничтожить все склады на глубину 150 километров, чтобы россияне не успели перенастроиться, по крайней мере. И в это время, после двух недель работы уже такого рода вооружением, начинать уже само движение. Я так думаю, где-то вот март-апрель это начало нашего движения, и апрель-май долго, но так же двигаться не будет. То есть в движении, армия в движении не может дольше месяца находиться. Вот месяц это, иногда говорят, золотой месяц, вот-вот в месяц должно все произойти. Если это затягивается на больше, чем месяц, это уже замораживание получается. А вот смотрите, какова все-таки именно точно будет диспозиция, потому что я так для себя представляю, что эта наступательная операция должна быть каким-то аналогом операции в пустыне или вообще любых современных наступаций, которые делает именно современная армия. И я это себе представляю. Так, а что вот как раз летающие бомбы будут выполнять роль, которую обычно у Америки выполняли еще более далеко, еще и ракеты. Ну, просто они здесь не нужны, потому что речь идет о фронте, который не имеет стратегическую глубину, которая превышает те же самые 150 километров. Прежде всего это касается, ну, уж точно всяких железнодорожных путей на Чингаре, которые будут снабжать Запорожье. Дальше я себе так представляю, что пойдут танки под прикрытием вертолетов и самолетов, и, естественно, все эти танки, там должно быть правильное взаимодействие, правильное боевое слаживание, должны быть они прикрыты с флангов. Что я упускаю, что я неправильно понимаю? Ну, может быть, что-то еще дадут правильно. Дело в том, что там галку у нас не будет, буря в пустыне и такие крупные... Да, они просто не нужны. Да, они просто на глубину в 100 километров абсолютно не нужны, так как у нас стоит задача выжечь российские войска в прямоугольнике Донецк-Запорожье, Мариуполь-Мелитополь. Это где-то 300 на 100. Вот этот прямоугольник, причем эта линия, это Запорожский фронт так называемый, он прижат к Казовскому побережью, почему глубины больше не нужно. То есть, если бы у нас вот эти ракеты М-31, которые сейчас у нас есть, шли хотя бы на дальность 100 километров, то нам бы и этих 150 километров не нужно было. Мы просто не добираем 15-20 километров. Мы не достаем до Мариуполя хаймерсами, теми, которые сейчас есть, М-31, 85 километров. Но это еще, это с нуля. Естественно, к Хаймерсам по себе километров 20-30 глубину фронта оттягивается. То есть, как раз сейчас, когда придут ракеты на 150 километров к Хаймерсам, вот они этот прямоугольник просто выжгут. Плюс еще добавят Мариуполь на Вазос для того, чтобы выжить это направление движения. Движение идет в основном со стороны Ростова на Таганрог, на Мариуполь. Выжгут, естественно, железку в районе Волновахи. И так можно поджечь в принципе тем, что сейчас есть. То есть, железную дорогу перережут, перережут. Роман, я перебью и уточню. Насчет Таганрога осторожней, просто потому, что, насколько я понимаю, тут вот было заявление от какого-то из украинских официальных лиц, что они оружие, которое им дадут, не будут использовать по территории России. И если я правильно опять-таки понимаю, то это заявление в том числе было частью какого-то пакта. Видимо, после него летающие бомбы и дали. То есть, его придется соблюдать. Ну да, если бы был я в генштабе, я бы, конечно, его бы не соблюдал сильно, потому что все равно бить будем не по Таганрогу, а, как говорят, бьют не по пасту, а по морде. Бить будем по российским военным, военным складам и военному оборудованию. Таганрог здесь, я имею в виду, чисто как географическое понятие. А если будет пакт о... Нет, я понимаю, что по складам, но просто я хочу уточнить, да, что это, судя по всему, действительно серьезное ограничение, которое будет действовать. Я не очень представляю себе, как его ВСУ смогут нарушить, потому что здесь речь идет вот как бы о свежем соглашении, и если его нарушить, может оказаться себе дороже, потому что потом чего-нибудь не дадут. Ну, если будет такое соглашение, то точно будут его придерживаться. Наши это 100%. То есть, если реально такое соглашение будет, то это без вариантов. Ну, вот как-то интересные видео были, когда заходил Харм под Белгородом в одну из РЛС. И тут вот вопрос по такого рода соглашению. Потому пусть будет так. Это, как говорят, это другое. Там действительно была серьезная штука, да, это РЛС обеспечивало то, прикрывало, обеспечивало то ПВО, которое прикрывало тот Искандер, который стрелял по Харькову. То есть, тут понятно. Но мы не будем, это просто маленькая деталь, которую я хотела. Да, это деталь. А вот я предлагаю вернуться, и даже я придумала название этой операции «Буря в степи». Была буря в пустыне, вот та операция, которая готовится, это буря в степи. Буря в азовских степях, будем так говорить. Дело в том, что сейчас, исходя из того вооружения, которое есть, и которое мы уже понимаем, что оно будет, выстраивается единственное правильное, логичное, логичный подход. То есть, сначала работает артиллерия. Артиллерия, хоть арта, дальняя, ближняя, неважно, на глубину 120-150 км будут прожигаться все военные объекты по в рамках вот этого прямоугольника, которого я сказал, 300 на 100. После этого отработает авиация, авиация будет работать параллельно, и дальние ракеты будут работать Хармы, ну, типа Хармов. Дело в том, что Хармы, естественно, не одни. Таких ракет, которые противорадиолокационные, противоребные, то есть, их до десятка, как минимум, если будут истребители, они смогут, анатовские истребители, они могут их нести, потому выжигаться будет против ПВО. Ну, а ПВО не выжигается на 100%, навсегда называется. То есть, они будут иметь возможность ее подтягивать, то есть, постоянно будут висеть несколько пар истребителей с Хармами в воздухе, для того, чтобы работать по вновь подтянутым, вновь включившимся системам противовоздушной обороны. Это как раз такой контроль с воздуха над ПВО противника. После этого уже будет приниматься решение на прорубание авиации бомбардировщиками. Это будут одни и те же самолеты, те же F-16. Это многоцелевая машина, которую может нести истребители, перехватчики, бомбардировщики, штурмовик. То есть, будут просто меняться вооружения, заходить будут те же F-16, если это будут они, и бомбить, пробомбят определенное направление, как раз то, которое будет назначено главкомом для движения уже тяжелой техники. То есть, перероют все на пути техники, а дальше уже пойдет тяжелая техника, уже по вспаханному полю авиации, так сказать, опять под прикрытием авиации, но только уже истребителей, и перехватчиков. То есть, вот авиацию вот так будут использовать. А дальше на земле тут, в принципе, уже вопрос понятен. Идут танки, если это на прорыв, идут танки впереди, подтягивается БМП, прикрывается сверху вертушка, и вертушка также работает, как танк в воздухе, и прорубаются определенные российские редуты. То есть, но они сейчас все 100 километров этого фронта, они практически в каждом селе, они сейчас отстроили гарнизонную систему обороны, потому как раз каждое село, эти все оборонные сооружения будут пробамбливаться авиацией, и, естественно, отрабатывается артой, армейская артиллерия, также будет подтягиваться вал, никто не отменял, перед танком будет обязательно идти вал артиллерийский. То есть, и дальше только пойдут тяжелая техника, и, естественно, бронированная уже с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok